Вопрос 285. Книга «Открытым оком». Тема «Страшный суд». Воскресение мертвых. Воскреснут ли абортированные дети, выкидыши? Все эти люди некрещенные, какова же их будет участь в вечности? Отвечает Игнатий Тихонач-Лаптин. Книга Иова, 3 глава, 16 стих. «Или, как выкидыш сокрытый, я не существовал бы, как младенцы, не увидевшие света». Псалом 57.9. «Да исчезнут, как распускающаяся улитка, да не видят солнца, как выкидыш женщины». Екклезиаст 6.3. «Если бы какой человек родил сто детей и прожил многие годы, и еще умножились дни жизни его, но душа его не наслаждалась бы добром, и не было бы ему погребения, то я сказал бы, выкидыш счастливее его». Вот что говорит об этом Библия. На основании этих трех мест Библии ни на один из этих вопросов нельзя ответить. А о чем Библия молчит, о том мы и не рассуждаем, как говорит Иоанн Златоуст. Правда, на эти темы написаны книги, молитвы. Души женщин, сотворивших это смертоубийство, мучаются, видят страшные сны, и на этом новые русские попы делают бизнес. Крестят таких нерожденных, причащают, рисуют красочные иконы, как новоалтайские, где толпы и толпы жажду успокоить свою совесть. Но эти лживые пастыри не читают прямых указаний Библии, осуждающих их за эту порочную практику. Псалом 118, 113 стих «Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю». Псалом 138, 14 по 17 стих «Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивно дела твои, душа моя вполне осознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был в глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда не было, ни одного из них еще не было. Как возвышено для меня помышление твоей Божией, и как велико число их». Премудрец Соломона, 7 глава, 2 стих «И я в утробе матерной образовался вплоть в десятимечательное время, сгустившись в крови от семени мужа и услаждения, соединенного со сном. Ио, 10 глава, 10 стих «Не ты ли вылил меня, как молоко, и как творог сгустил меня?» Исайя, 8 глава, 20 стих «Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света». Исайя, 28 глава, 13 стих «И стало у них слово Господа, заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного, там немного. Так что они пойдут и упадут на взничь, и разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены». Иеремия, 6, 10 «Кому мне говорить и кого увещевать, чтобы слушали?» «Вот ухо у них не обрезаны, и они не могут слушать. Вот слово Господне у них по смеянии, оно неприятное им». Иеремия, 8, 9 «Посрамились мудрецы, смутились и запутались в сеть. Вот они отвергли слово Господне. В чем же мудрость их? Бог ничего не сотворил для уничтожения». Вот эту фразу нужно всегда помнить, как советует Иоанн Златоуст.